Куда пропадают канализационные люки с улиц Владикавказа и какие изменения ждут единый государственный экзамен? Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в эфире новости на телеканале Осетия. В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И главные темы выпуска. Сотрудники клинической больницы скорой помощи уверены, что им неправильно начисляют зарплату. А вот руководство медучреждения эту информацию опровергает. На чьей стороне правда? Смотрите в выпуске. Мир не без добрых людей. Группа молодых людей откликнулась на призыв региональных журналистов о помощи. Десятки добровольцев приняли участие в субботнике на территории женского монастыря. Нечеловеческий фактор. Результаты единого государственного экзамена теперь будут проверять компьютеры. Пойдет ли это на пользу выпускникам? Прокуратура Северной Осетии обнаружила нарушения в деятельности службы судебных приставов. Речь идет об исполнении судебных актов в сфере долевого строительства и взыскания задолженности по взносам за капитальный ремонт. По сообщению пресс-службы прокуратуры в 2016, 2017 и 2018 годах в управлении судебных приставов на принудительном исполнении находилось 211 производств в полтора миллиона рублей о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Речь также и шла и о 10 исполнительных производствах на сумму более 7 миллионов рублей о взыскании средств по договорам долевого строительства. При этом менее половины из них окончено. Кроме того, ни одного исполнительного производства по взысканию средств обманутых дольщиков не было открыто. Прокурорами выявлены факты, когда при наличии оснований не налагается арест на имущество должников. И к тому же нарушался установленный законом трехдневный срок возбуждения исполнительного производства. В адрес руководителя управления Федеральной службы судебных приставов республики внесено представление с постановкой вопроса о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Между сотрудниками руководством клинической больницы скорой помощи произошел конфликт. Работники медучреждения утверждают, что им неправильно начисляют заработную плату. В сети даже появилось видео с их жалобами, которое вызвало общественный резонанс. Руководство КБСП в свою очередь нарушение трудовых прав отрицает. В ситуации разбирался мой коллега Николай Джоев. Работаем сутки через сутки, нам не платят, вот так издеваются над нас. Кадры, на которых сотрудники клинической больницы скорой помощи утверждают, что им не платят зарплату, появились в социальных сетях 8 августа и вызвали большой общественный резонанс. Автор видеоролика Юлия Орлова утверждает, между руководством медучреждений и персоналом возникло недопонимание. Нам неверно разъяснили при переводе в уборщики о том, что будут сняты, какие-то критерии будут сняты, потому что санитар, минсестра, они получают одни критерии, уборщик совсем другие. Но и в обязанности уборщика входят совсем другие полномочия, нежели чем минсестра и санитар. В том, что права сотрудников КБСП соблюдаются в полном объеме, уверен главный врач медучреждения. Астан Митцыев объясняет, каким образом происходит начисление заработной платы. По его словам, каждый сотрудник получает заработную плату, равную отработанному времени. Но эта сумма не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Сейчас он составляет 11 163 рубля. Есть уборщики служебных помещений, в должностные инструкции которых входит только лишь уборка. Уборка помещений. Соответственно, при выполнении нормы часов за месяц, это средние 8 дежурств за месяц, они получают сумму не меньшим ротом. На видео было сказано, что получили зарплату 5000. Данная информация не соответствует действительности, поскольку всем сотрудникам, которые отработали минимальную свою норму, с меньшим ротом никто не получает. Кроме того, если сотрудник хочет переработки, он, соответственно, перерабатывает 1, 2, 3 через дежурство, и эти переработки идут начисления сверх рот. Прокуратура Северной Осетии, в свою очередь, организовала проверку соблюдения трудового законодательства в клинической больнице. Представители ведомства уже изъяли всю необходимую документацию. Прокуратура РСУ Аланья организовала проверку соблюдения трудового законодательства в Республиканской клинической больнице скорой помощи в связи с сообщениями СМИ об акции протеста, организованной работниками учреждения. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц больницы в части законности начисления и выплаты заработной платы персоналу. При наличии оснований прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности. Наряду с прокуратурой проверочные мероприятия организовала и трудовая инспекция Северной Осетии. Почему сотрудники КБСП оказались в такой ситуации и были ли их права нарушены, ответы на эти вопросы будут даны в ближайшее время. Проверка со стороны соответствующих структур продолжается. Николай Жжоев, Игорь Войсховский, Новости Осетии. Новый аппарат МРТ появился сегодня в Республиканской железнодорожной больнице. Состоялось его официальное открытие. Новый МРТ позволит делать полноценное обследование организма. Как отмечают специалисты, высокие технологии позволяют минимизировать недочеты, даже если пациент двигается во время сканирования. Тем самым отпадает необходимость в повторных обследованиях. Это важно при исследовании пациентов любого возраста. Изучить все возможности магнитно-резонансного томографа персоналу больницы еще предстоит. Готовить их к работе будут аппаратом, с аппаратом будут московские специалисты. У нас раньше стоял аппарат отечественный, назывался его образ, но его возможности были по времени уже чисто исчерпаны. И этот аппарат является для нас знаковым событием, потому что он имеет очень большую возможность, спектр исследований. Это исследование головного мозга, это исследование сосудов, шеи головного мозга, гипофиза, грудная клетка, печень. У нас есть аналогичные аппараты, конечно же, но наш аппарат на сегодняшний день является самым совершенным. Наверное, благодаря своим программам очень серьезным, сложным. Все больше в республике становится неравнодушных молодых людей. Так называемые волонтеры не боятся работы и всегда готовы прийти на выручку. И тому свидетельство наш следующий материал. Недавно в сети появилась информация с призывом о помощи женскому монастырю в Алагирском районе. Десятки добровольцев откликнулись на просьбы и организовали субботник. Тему продолжит Алана Томаева. Помочь не для галочки, а по зову сердца. Десятки людей приехали в Аланский Богоявленский женский монастырь, чтобы принять участие в субботнике. Решили расчистить территорию вокруг одного из здешних озер. Идея совпала с началом Успецкого поста. Не так давно в монастыре произошел неприятный инцидент. Браконьеры среди ночи осушили этот водоем полностью, чтобы собрать рыбу. После этого озеро запустело и заросло. Инициативная группа решила исправить это, зная, что служащим монастыря сложно будет самим облагородить территорию. Посмотрите, сколько они сделали. Очень много почистили здесь, как раз на третьем озере. И я вот им искренне говорю, что это ваше озеро. Приезжайте, пожалуйста, отдыхайте, ловите рыбу, которую мы когда-нибудь опять запустим. Потому что, на мой взгляд, то, что принадлежит церкви, по-настоящему остается принадлежать народу. Инициировал субботник информационный портал «Пятнадцатый регион». На сайте разместили объявление. На него откликнулись десятки людей. Общественных деятелей, представителей организации и просто жителей республики, для которых это важно. Говорят, очень хотелось помочь хоть как-то, своими силами. Ну а кто, если не мы? Кто, если не я? Все присутствующие признаются, их объединил сегодня субботник. Усталости не чувствовал никто, только хорошее настроение. Мне кажется, люди на таких мероприятиях объединяют в первую очередь добро. Сделать что-то доброе. В первую очередь для себя, перед Богом. Кто-то перед Богом, кто-то для самого себя. Просто, чтобы что-то доброе, что-то светлое было в душе. Территория у монастыря большая. Без постоянного ухода это живописное место быстро зарастает сорняком. Монахи не делятся. Очень благодарны за любую посильную помощь. В первую очередь потому, что она от чистого сердца. Такие субботники на территории монастыря проводят периодически. Они уже становятся доброй традицией. Но главное – объединяют людей и их добрые намерения. Алана Тумаева, Аслан Тебиев, Новости Осетии. И переходим к нашей ежедневной рубрике темы. Мы рассказываем о самых обсуждаемых новостях в федеральных СМИ. Моя коллега Белла Бикоева сделала подборку главных тем этого дня и уже готова ими поделиться. Белла, тебе слово. Здравствуй, Елена. Госдума предлагает установить единую цену на всю школьную форму. А цены на авиабилеты взмыли вслед за самолетами. О самых актуальных новостях прямо сейчас. В Госдуме предлагают установить единую цену на школьную форму, а также производить ее только на российских фабриках. По словам зампредседателя Думского комитета по образованию науки Бориса Чернышева, школьная форма позволяет снять вопрос о достатке семьи ребенка, что позитивно сказывается на уровне социального расслоения. Депутат отметил, что форма для учеников младших классов должна стоить около 3000 рублей, а для старшеклассников – 4. Поводом для инициативы стали последние подсчеты, согласно которым в этом году школьные расходы увеличились примерно на 2500 по сравнению с прошлым. Так, комплект для мальчика обойдется в среднем в 5000 рублей, для девочки – около 6000. Обувь, включая сменку и спортивную пару, добавят к расходам родителей еще минимум около 5000. Портфель с необходимыми канцелярскими принадлежностями – от 2000 до 5000 и даже выше. В России предложили ввести экологический налог. Такой законопроект опубликовал Минфин на портале нормативных актов. Ведомствия считают, что налоговый кодекс нужно дополнить новой платой. В него войдут существующие платежи за сброс и выброс загрязняющих веществ, захоронение отходов и другие. По мнению Минфина, действующие сборы малоэффективны, поэтому экс-программу приходится финансировать из других статей бюджета. Помимо этого, объединение сборов и кодекс даст возможность налоговой службе с помощью собственных механизмов следить за их уплатой. Основным вопросом к документу экспертов и бизнеса является неопределенность будущего распределения поступлений налога между федеральными и местными бюджетами. Сейчас большая доля платы за негативное воздействие поступает местным властям и расходуется из компенсации экологического ущерба. Цены на авиабилеты за границу могут вновь вырасти. Причина – очередное падение курса рубля. Как сказал РБК, коммерческий директор сервиса для покупки авиабилетов Игорь Константинов, новое повышение цены ожидается уже с завтрашнего дня. По его словам, уже зафиксирован высокий спрос на международные перелеты. За последние несколько дней он вырос на 30%. Спрос на внутрироссийские направления практически не изменился. Елена, на этом у меня все. Будем мы дальше следить за развитием событий в стране. Спасибо, Белла. Но мы продолжаем наш выпуск. Уголовное наказание за кражу крышки канализационного люка. В администрации Владикавказа заявили об участившихся случаях воровства. Только на участке набережной от улицы Гадьева до Красногвардейского моста злоумышленники похитили 23 решетки. В администрации намерены тщательно следить за состоянием систем водоотведения. На помощь придут и сотрудники ГИБДД. Они будут проводить совместные рейды. Специалисты отмечают, что проблема уже приобретает хронический характер. Крышки регулярно исчезают с улиц Весенний, Хадарцева и Владивостокской. По словам представителей АМС, это представляет опасность для автомобилистов и пешеходов. А кроме того, наносит немалый ущерб городскому бюджету. На самом деле и так достаточно непростая ситуация, связанная с сетями инженерно-технического обеспечения. Более того, особенно острый этот вопрос стоит на сетях именно ливневой канализации. То есть вот эти все кражи приводят к тому, что засоряются трубопроводы, засоряются ливнеприемные камеры. Проверку работ единого государственного экзамена доверят компьютерам. Такое заявление сделали в Федеральном институте педагогических измерений. Специалисты уже долгие годы ведут работу в этом направлении. Сейчас компьютеры проверяют только тестовую часть, а развернутые ответы порядка 40 тысяч экспертов. В Рособорнадзоре отметили, что система оценки ЕГЭ устоялась и доказала свою эффективность. Новая же позволит исключить субъективный фактор. Разработчики предполагают, что необходимый уровень искусственного интеллекта удастся создать через 10 лет. Герой нашего следующего сюжета не просто заслуживает уважения, его стойкости может позавидовать каждый. Таймураз Таутиев инвалид. Серьезную травму получил, будучи в самом расцвете сил. С диагнозом не смирился, научился с ним жить. Жить полноценно. Работа, домашние заботы, все как у обычного человека. У Таймураза Таутиева свое подсобное хозяйство, которое приносит неплохую прибыль. В гостях у необычного фермера побывала моя коллега Виктория Базгадзе. Деревянные изделия Таймураз Таутиев начал делать совсем недавно. Попробовал один раз и влюбился в рим, словно всегда. Книги и кроссворды уже не занимают как раньше, но проводить время как-то нужно. В этом Таймураз ограничен. Уже 27 лет он не может ходить. Не только вязать, но и заниматься хозяйством. На личной ферме Таймураза 36 индюков. Скоро будут перепелки. Для этого Таймураз уже соорудил клетки. Но и это еще не все. На территории дома есть большой огород. Курцы посадил. Вот здесь видно, за спиной у меня растут они. Свеклу посадил. Вот деревья, хурма у меня там, азимина. Вот деревья там, яблони, разные слива. Ну, хочу заниматься. Но так было не всегда. Таймураз рассказал, что проходил долгий период адаптации. Когда ему было 28 лет, попал в аварию. С другом поехали на сенокос отца. Перевернулся трактор. И с тех пор Таймураз не может ходить. В начале, когда с города сюда приехал, не мог. Ну, было трудно со двора, во двор выглянуть там. Вот здесь понимают меня все это. Ну, все равно как-то организм, сам человек. И вот надо, чтобы раскрепощенный был человек. Чтобы чем-то отвлекался, чтобы чем-то занимался. За эти долгие годы борьбы не только с внешним миром, но в первую очередь с собой, он благодарен. В большей степени близким. Брат семьей остался жить в городе. Отец погиб. И дольше всех с ним была одна она. Вторая жена отца. Я 26 лет здесь. Было тяжело, но что могу. Делала все. И за отцом смотрел, и за него смотрел. Эмма Зарахохова рассказывает неохотно. Сначала не было никаких условий. Создавали все сами. Очень помогали соседи. Рядом были и социальные службы. Последние 8 лет с Таймуразом практически живет Эльвира Кулиева. Говорит, что это не работа. Приходит в этот дом, как в свою семью. Не хочу его жалеть. Потому что когда человека жалеешь, даже здорового, он как-то по-другому себя ведет. А я, когда с Таймуразом, уже когда он начинает свой характер проявлять, я наоборот покрепче себя держу, чтобы он не расслаблялся. Порой бывает такое, что я не в настроении, прихожу, и он, что с тобой, что как. Ничего, все будет нормально. Как-то вот ободряет человека. Все будет хорошо. Эта фраза очень часто слышна от Таймураза. Он просит всех и каждого не опускать руки, что бы ни случилось. Потому что выход есть всегда. Виктория Базгадзе, Алан Суанов, Новости Осетии. 18 дней науки и творчества в санатории Томиск завершает свою работу первая летняя лаборатория Гиперкуб. 30 ребят в возрасте от 9 до 14 лет обучали основам прикладной химии, физики, промышленного дизайна и программирования. А на мастер-классах давали ставить научные опыты. Моя коллега Карина Гигалаева познакомилась с учеными будущего. Интерес к техническим специальностям у Ахсара Афсанова с малых лет. Мальчик уверен, будущее за современными технологиями. В свои 12 лет он изучает физику, биологию и генуинженерию. Причем самостоятельно. Хочет стать великим ученым и сделать масштабное открытие. За время пребывания в летней лаборатории санатория Томиск знаний только прибавилось. Вместе с ними появилась идея. Решил создать автономный экзоскелет скафандра для колонизации других планет. Проект продумал до мелочей. Там будет вырабатываться воздух за счет специальных бактерий, которые будут посажены в почву. И вырабатываться электричество будет за счет движения. То есть по принципу ветрогенератора. Когда крутится ротор, вырабатывается электричество за счет магнитного поля. Неординарных идей здесь много. Практически каждый юный исследователь, а здесь их около 30, с большими амбициями и широким кругозором. Это победители олимпиад, конкурсов и интеллектуальных клубов и кружков. Расписание для участников летней лаборатории Гиперкуб делится на две части. Софтскилз и хардскилз. Это так называемые мягкие навыки и жесткие. За первый блок отвечает бизнес-тренер. Ребятам он преподает теорию. Развивает их личностные качества и навыки, необходимые успешному человеку. А именно навыки общения, работы в команде, творческого и критического мышления. После теории сразу к делу. По словам бизнес-тренера Бориса Жогина, в процессе практики важно самораскрытие. То есть найти свои сильные стороны, способности и интересы. Это позволило ребятам сплотиться и создать совместные проекты. Во втором полдня у них были так называемые хардскиллы. То есть твердые скиллы. Это робототехника, написание программ, мобильное приложение. То есть идея была соединить вот эти предметные знания с более широкими знаниями универсальными. Но надо сказать, что девятилетки тоже справлялись. Инициаторами проекта стала Ассоциация молодых ученых. За год существования ее представители успели выиграть президентский грант в размере 500 тысяч рублей. Это и позволило реализовать идею. Вместе с Фондом содействия инновациям Ассоциация на протяжении года собирала банк данных о ребятах в республике. И об одаренных и талантливых детях нашей республики. На сегодня в этой базе данных порядка 800 фамилий со всех районов нашей небольшой республики. Наша основная задача была в этом лагере привить ребятам навыки лидера, технологического лидера. Эти ребята стали первопроходцами. По словам организаторов, пилотная версия прошла успешно. А это значит, что в следующем летом в Томиске снова откроет свои двери лаборатория для юных и амбициозных молодых исследователей. Где готовы не только наставлять юных ученых, но и помогать реализовывать их гениальные идеи. Карина Гигалаева, Заур Кудзаев, Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.